И эту тему далее в разговоре продолжим с нашим следующим гостем. На связи с нами Иван Преображенский. Это кандидат политических наук, политолог, колумбнист Дойч Вэлли. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день, рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, вот последнее время мы все чаще и больше озвучиваем новостей в эфире касательно доносов. Да не просто доносов, а доносов на своих родных, близких. Вот как показывает практика даже на родную мать. Скажите, пожалуйста, эта причина с чем связана? Что является источником таких доносов даже на своих родных? То ли пропаганда, то ли псевдодолг перед страной. Объясните, как вы это видите? Я думаю, что это предельное просто разрушение российского общества. Российское общество не является уже давно единым. Об этом давно говорили социологи и антропологи. Разрушаются даже самые привычные структуры, такие как семья, дружеские связи. И было понятно, что после начала новой фазы репрессий, которая последовала за агрессией против Украины, неизбежно это должно проявиться. Такого глубокого кризиса в отношениях между поколениями, например, мне кажется, не было даже в конце 80-х, когда распадался Советский Союз. Молодежь и старшее поколение говорят на разных языках. Российская власть много лет натравливает среднее поколение и старшее поколение на младшее поколение. Причем традиционно, по мере смены поколений, продвижения их, так сказать, по хронологии вверх, ситуация не меняется. Соответственно, родители, не понимающие детей, пишут доносы на детей. Дети, не понимающие родителей, пишут доносы на родителей. И, скажем так, история Павлика Морозова – это абсолютная, к сожалению, норма для российского общества сегодня. Понятно, что очень многие из этих доносов сознательно, специально стимулируются репрессивными органами. То есть, когда мы говорим про этих как бы активистов из условного национально-освободительного движения, СЕБР и так далее, там много организаций реально экстремистских, которые работают на средства, так или иначе, спецслужбы или полиции, которые сотрудничают с ними и параллельно пишут доносы, большинство из которых однозначно удовлетворяется. Но есть, безусловно, и добровольные доносчики. И здесь мало что изменилось со времени больших репрессий. Количество доносов, я думаю, что очень скоро приблизится к той же интенсивности, которая была в 30-е годы. И здесь причин много, в том числе донос, это допустимо. Доносчика никто не будет унижать, условно говоря, с общественной точки зрения. Как говорила моя покойная бабушка, в послевоенном Советском Союзе она любила работать там, где работали фронтовики, потому что они били доносчиков просто. И поэтому там, где их было много, доносчиков было мало. Нет, вот здесь очень не хватает людей, которые бы физически показывали этим людям, с учетом того, что государство не на их стороне, я имею в виду не на стороне нормальной, адекватной части населения, что за это может быть. Как прокалывают шины машинам с символикой этой, назовем ее неофашистской, военной агрессии против Украины, так, я думаю, должно в принципе сформироваться стереотип обращения с доносчиками. Но пока этого, безусловно, нет. Смотрите, еще вот такой момент, с одной стороны, создание такой безальтернативной информационной реальности, в которую погружены практически все сейчас. С другой стороны, вот эти вот цитаты Путина о том, как мы будем, они в смысле будут бороться со всеми предателями, и что нагнетается еще больше, давайте, давайте, выезжайте из страны, вам тут не нужны, а если что, мы и поможем вам либо выехать живыми, либо просто исчезнуть. То есть вот эти настроения с двух сторон, что давит на мозг обычного гражданина, на самом деле приводит к тому, что это еще более благодатная почва становится для укрепления власти Путина в середине страны. Поэтому у меня логический вопрос, а есть ли тогда вообще какие-то в наявности у нас инструменты, чтобы каким-то образом достучаться до тех людей, которые еще не до конца погрязли в этом болоте информационном? И есть ли вообще сенс каким-то образом пытаться это сделать, учитывая, что силы не равны? Смысл безусловно есть, тут нет никакого сомнения, потому что огромное количество людей, в том числе тех, с кем я лично общаюсь, но на самом деле и социологически это замеримо, нуждаются в том, чтобы им напоминали постоянно о том, что существует альтернативное мнение. Это очень важно. Они находятся, вы совершенно правильно описали, под двумя прессами очень тяжелыми. Первый пресс – это пресс пропаганды постоянный. Второй пресс – это пресс публичной общественной позиции, которую так или иначе, неважно из каких из конформистских или из честно-идеологических соображений занимает большая часть общества сейчас. И люди с альтернативной точки зрения, как это было в Советском Союзе, должны постоянно ощущать некую поддержку со стороны людей, к которым они испытывают уважение, доверие и так далее. Среди их близких таких людей становится все меньше. Даже те, кто не разделяют позиции властей, предпочитают на эту тему не высказываться. Я неоднократно это замечал, общаясь с россиянами. Как трудно человеку раскрепоститься и начать говорить, что он думает. Соответственно, это очень серьезная проблема. И даже минимальные источники альтернативной информации, которые эти люди сами ищут, вот они-то их ищут и стараются к ним подключаться, обязательно должны сохраняться. И они должны через эти источники информации получать, помимо, собственно, просто информации, некую поддержку, поддержку, чтобы они в форме того, чтобы они понимали, что существует огромное количество людей, которые думают так же, как они, причем они существуют в России. Поэтому рассказывать о любом случае сопротивления вот этому пропагандистскому давлению, о любом случае сопротивления военной агрессии и репрессиям очень важно. Даже если это дойдет до нескольких десятков человек, мы понимаем, что сейчас в России тот период, когда медиа работают как в тоталитарном практически обществе, то есть работает в основном сарафанное радио. Эти люди что-то услышат и расскажут, как в свое время слушали отнюдь не все, так называемые «Голоса Запада», условное BBC, «Радио Свобода», но практически все знали, что там рассказывают, потому что сарафанным радио слухами эта информация распространялась. Сейчас в результате среди, по крайней мере, тех, кто не поддерживает российскую агрессию, происходит приблизительно так же. Очень многие из них боятся пользоваться ВПМ, боятся пользоваться современными, еще пока доступными инструментами, для того, чтобы получать информацию. Уровень запуганности очень высок в обществе, и ровно для того, чтобы его снижать, необходимо, мне кажется, проводить постоянную информационную кампанию по доведению реальной информации, по описанию реальных событий, и рассказывающую о том, какое количество людей поддерживает альтернативную точку зрения. Даже социологические опросы официальные дают 20%. Так вот, полезно напоминать россиянам, что 20% — это, грубо говоря, 30 миллионов. Нет, это гигантская сумма, это гигантское число людей. Их много, и они не должны об этом сами забывать. Потому что, когда они это забывают, они начинают уступать постепенно. Нет, вначале они замолкают, я много таких случаев наблюдал, а потом начинают постепенно по принципу ослабления своих позиций признавать отдельную правоту властей и пропаганды. Нет, в конце концов, это может прийти к тому, что люди будут полностью транслировать пропагандистскую повестку. Пусть даже они сами в нее полностью не верят. Это может быть вот этим отчаянным, я не знаю, движущей, прошу прощения, силой, которая будет все-таки помогать доносить информацию. Это сейчас вот отдельный вопрос. Просто вы сказали о том, что многие боятся даже пользоваться VPN, боятся, может быть, слушать, какие альтернативные источники, потому что много есть людей, которые их просто могут сдать за это. Вопрос другой в том, даже если эти альтернативные источники и есть через VPN, и другими способами, есть еще другая часть населения, которая не то что боится, она не доверяет этим источникам, потому что безальтернативная реальность, она и прибывает будяки, какой-либо, да, здоровый разум в этих людях. И у меня тогда вопрос, смотрите, вот даже в советские времена мы помним, что были диссиденты, были сам издаты, то есть были люди, которые, как вы говорите, слушали вот BBC, там, «Голос Америки» и так далее, передавали шепотом друг другу на кухне. Сейчас мы понимаем, что это все может переместиться максимум в эмигрантское какое-то поле. Эти эмигранты, которые готовы сохранять здоровый росток российского общества, они влиятельные? У них, за ними есть сила? Или это тоже пока что, можно сказать, импотентная часть общества, которая точно так же не может ничего изменить дистанционно? Нет, смотрите, давайте все-таки разделять. В советский период мы говорили реально о единицах. Нет, единицы в крупных городах. Условно говоря, 50 человек в Киеве, 70 человек в Москве, активная диссидентская тусовка. Сейчас мы говорим о миллионах. Нет, да, этих людей могут постепенно задавить или запугать, но пока ситуация отнюдь не настолько чудовищна, как это было в Советском Союзе, что бы нам сейчас ни казалось из нашего настоящего. Тогда было гораздо хуже, и тем не менее эти люди сохранялись. Издавали сам издат, перепечатывали через копирку по 10 копий книжек и так далее. Уровень запретов был гораздо более жесткий. Сесть можно было с большей, на самом деле, до сих пор вероятностью, хотя в целом российские репрессии уже более чем масштабны, и точно более масштабны, чем в Брежневский и Хрущевский период в Советском Союзе. Но надо понимать, что они сохраняются. Первое. Второе. Иммигрантское сообщество, безусловно, гораздо лучше информировано о том, как и через какие источники информации, во-первых, можно эту информацию доводить до россиян. Второе. Гораздо лучше понимает, чем условные западные медиа, как эту информацию можно подавать, потому что оно продолжает оставаться в контакте. Либо эти люди уехали относительно недавно, либо благодаря современным средствам массовой коммуникации, имеется в виду социальным сетям, они сохраняют достаточный контакт. Контакт на родственном уровне сохраняется у многих абсолютно несогласных между собой людей. Кто-то, конечно, эти контакты разрывает, но очень многие их сохраняют и продолжают общаться, и поэтому они чувствуют, они знают, что говорит эта пропаганда, что транслируют люди в ответ на эту пропаганду, как она преломляется в головах тех россиян, которые ее потребляют. Соответственно, они в состоянии создавать медиапродукты, которые в состоянии дойти даже до зомбированной части, потому что существует круг вопросов неполитизированных, по которым можно обсуждать и можно говорить с этими людьми. Это вопросы, которые касаются непосредственно их бытовой жизни. Это школы, это медицина, это, простите, похороны тех, кто погиб, убитых российских оккупантов с территории Украины, а для них российских солдат просто. И, соответственно, все эти факторы, это факторы, через которые можно доносить до людей правдивую информацию. Это даже не нужна никакая пропаганда. Нет, необходимо просто, постоянно поддерживать этот информационный поток, потому что, повторюсь, он распространяется внутри России без современных средств коммуникации. Там продолжаются книгоиздания. И хотя уже есть скандалы с изъятиями книг из отдельных торговых сетей, отдельных авторов, в целом там этого пока еще не произошло. Соответственно, там сохраняется, несмотря на все давление, определенная университетская, как бы не то чтобы свобода, но традиция того, чтобы распространять знания через высшее учебное заведение. Понятно, что есть руководители, типа, я не знаю, великого деятеля культуры, главы Зимнего дворца Эрмитажа в данном случае, это музей Петровского, который повторяет официальную пропаганду, но огромное количество людей, которые и в культуре с ней продолжают бороться. Да, они проигрывают, они не могут сейчас выиграть, потому что на стороне власти насилие. И это очень важный принципиальный момент. А они не отвечают насилием на насилие, и именно поэтому в значительной мере борьба антипутинская в России и провалилась. Но информационное поле огромно, через которое можно пока еще доносить информацию. И это надо и необходимо делать. Потому что, повторюсь, есть еще очень важный фактор. Это значительное количество населения, которое транслирует официальную точку зрения, является чистой воды конформистами. Они это делают для того, чтобы подсидеть коллегу, для того, чтобы не создавать себе проблем на работе, для того, чтобы у детей в школе не было проблем и не возникало диссонанса между тем, что говорят дома и говорят в школе. Там куча совершенно неожиданных мотиваций возникает. И среди них идейных путинистов или идейных расистов, как еще это называют, на самом деле не большинство. В какой-то момент, когда сложности у этих людей, возникающие в неполитической сфере, начинают зашкаливать, эти люди становятся готовы воспринимать альтернативную информацию. И поэтому надо, чтобы поток альтернативной правдивой информации не прекращался. Стоит отметить, что еще очень трудно, и правильно вы сказали, Иван, очень трудно, что посчитать вообще в целом количество людей, которые все-таки осознают, что происходит на самом деле. Но будем надеяться, что все-таки эти люди, которые молчат о своей позиции, не выходят на митинги, публично не заявляют о ней, но они все осознают, в том числе и смотрят. Подобные такие, как информационный марафонофринум, где четко есть А, альтернативная информация, Б, с достоверных источником. Вам, Иван, огромное спасибо. Говорим за то, что присоединились к нашему эфиру. Напомню, Иван Преображенский, кандидат политических наук, политолог и колумбнист Дойч Вэлли, был на прямой связи с нашей студией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова